МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТАЕМ ВАС У ЭФЕРЫ БЕЛАРУСТЬ ТРЫНОВИНЫ КУЛЬТУРЫ НА КАЛЕНДАРЫ ДЗЯСЯТАГА СТУДЗИНЯ И ГЭТЫМ РАЗАМ МЫ РАСКАЖАМ ПРА ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС ЧТО ПРАВОДЗИТ САЮЗ ПЯСМЕННИКО В БЕЛАРУССИ ЗАВЕТАЕМ НА БАЛЕТ ДОН КИХОТУ МОСКОВСКИЙ ВЕЛИКИ ТЕАТР ОГУЧИМ ТЕКАВЫЕ ПРАЕКТЫ ТЕЛЕКАНАЛА БЕЛАРУСЬ СТРЫ И ДАВЕДАЕМСЯ ПРА АДМЕТНОСТИ ЧАЦВЕРТАГО МЕЖНАРОДНОГО КАЛЯДНОГО ФЕСТУ БАТЛЕЙЧНЫХ ИЛЯЛИЧНЫХ ТЕАТРА УНЯБЕОСЫ САЮЗ ПЯСМЕННИКО В БЕЛАРУССИ ПРАВОДЗИТЬ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС РАДЗИМА МАЯ ДОРАГАЯ ПРАСВЕДЧЕННЫЙ СТАГОДЗЮ ЗДНЯ НАРОДЖЕННЯ БЕЛАРУССКАГО ПАЭТА, ПРАЗАИКО И ПЕРАКЛАДЧАКА ОЛЕСЯ БАТШИЛЫ ДАУДЕЛУ ЗАПРАШАЮЦАЦЦЯ УСЕХ, ТО МАЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ СДОЛЬНОСТИ И ХАТЕЛ БЫ ПАСПРАБАВАТЬ СЕБЕ У ОСОБНЫХ ЖАНРАХ ПАМАСТАЦКУ ВЫКАЗАЦЦ СВОЕ ВСТАВЛЕННЯ ДАТЫ МАЯТШИНЫ РОДНЫХ КОРАНЁ И ЗНАКОМИТЫХ ЛЮДЕЙ БАТЬКОВСЧЫНЫ ПРАВОДЗИТСЯ КОНКУРС У ТРОХ НОМИНАЦИЯХ ПРОЗА, ПОЭЗИЯ И ПЕСНЯ ГАЛОУНЫЕ КАП ПРОДСТАВЛЕННЫЕ ТВОРЫ РАННИ НИДЕЙ НЕ ДРУКАВАЛИСЯ ТЕРМИН ПОДАЧИ ЗАЯВАК ДА 15 ЛЮДЕГО ПРОТЯГВАЕМ ЗНАЁМСТВА С ТЕКАВЫМИ ПАДЕЯМИ ТОЛЬКИ ЛЯНИЕВЫЙ ЕЩЕ НЕ ПАЖАРТАВАУ, ЧТО У ЗОЛАТОГА ГЛОБУСА СЁЛЕТА ЖАНОЧИ ТВАР, АЛИ УСЁ ПАПАРАДКУ ЮБИЛЕЙНУ 75-Ю ПРЭМИЮ АССОЦИЯЦІЇ ЗАМЕЖНЫЙ ПРЭССЫ ГОЛЛИВУДУ УРУЧАЛИ ТРАДЫЦЫЙНА У БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ ПАСЛЯ СКАНДАЛУ ОБДАМАГАННЯ ХАРВИ ВАЙНШТЕЙНА НЕГАЛОСНЫЙ ИМПЕРАТОР СІЗОНА КИНО У ЗНАГАРОД БЫЛ ВЫКЛЮЧАНЫЙ ЯК С ФИЛЬМОВ, ТАК И СЦЕРЫМОНІЙ У СУВІЗЗГЭТЫМ ВЗОРКИ ГОЛЛИВУДА ЯНЫШ ГОСТІ ПРЭМИЮ ЗЛАДЦІЛЯ САМЫЙ ВЕЛИКІ СІНЕМА ФЛЕШМОГ И УСЯ АПРАНУЛІСЯ У ЧОРНЫЕ У КИНОПРАЕКТАР НАЙБОЛЬШУЮ КОЛЬКІСТЮ ЗНАГАРОДА ТРЫМАЛА ВЕЛЬМИ ЖАНОЧАЯ ДРАМА ТРЫЙ БИЛ БОРДА НА МЯЖИ ЭББИНГА НЕСУРА СТУШКА ЗАВАЮВАЛА ЧАТЫРЫ ГЛОБУСА У ТЫМ ЛИКУ ЯК ЛЕПШИ ДРАМАТЫЧНЫЙ ФИЛЬМ И ЛЕПШИ СЦЕНАР А ФРЭНСИС МАК ДОРМАНД ОТРЫМАЛА У ЗНАГАРОДУ ЯК ЛЕПШИЯ ДРАМАТЫЧНАЯ АКТРЫСА У ТЕЛЕВІЗИЙНЫХ ПРАЕКТАХ БОЛЬЗА УСЕ СТАТУЭТАК ТАКСАМЫ ДАСТАЛОСЯ ЖАНОЧАЙ Й СТОРИЙ СЦЕРИЯЛ «ВЕЛИКАЯ МАЛЕНЬКАЯ ХЛУСНЯ» ПЕРАМОХ У ЧЕТЫРОХ КАТЫГОРИЯ АДНАЗНАЧНЫМ ТРУУФОМ МОЖНА НАЗВАЦЬ И ЛЕДИ БЕРД РЕЖИСЄРСКИЙ ДЕБЮТ ГРЕТЫ ГЕРВИ СТАВ ЛЕПШИМ ФИЛЬМАМ У КАТЫГОРИЯ КАМНЕДАЙ МЮЮЗИКАЛ А ЮНАЯ СІР ША РОННОН СТАЛА ЛЕПШИЯ АКТРЫСАЙ ГЭТАГА ЖАНРА ФЕМИНИСТСКИЙ СИРЕЯЛ «А ПОВЯЦ СЛУЖАНКИ» СТАЛ ЛЕПШИМ ДРАМАТЫЧНЫМ СИРЕЯЛОМ ГОДА А ЭЛИЗАБЕТ МОС ЗА РОЛЬЮ УИМ ОТРЫМАЛА СВОЙ ДРУГИЙ ГЛОБУС НА ЦЕРЕМОНИЯ АКТРЫСА СКАЗАЛА, ЧТО С ЖАНШИНЫ БОЛЬШ НЕ ЖИВУТЬ ПА ЗАМЕЖАМ ЕСТОРИ А СТВАРАЙТЬ ЕЕ АЛЯ НЕ БУДЕМ СГУЩАТЬ ФАРМА СЕРОТ МУШЧЫНСКИХ ПЕРАМОГ МОЖНА АДЗНАЧАЦЬ ГЮЛЬЕРМА ДАЛЬТОРА ЯК ЛЕПШЕГА РЕЖУСЕРА ЗА ФІЛЬМ КАСКУ «ФОРМА ВАДЫ» ЦЯКАВА, ЧТО КОЛА ЦЮДА ВУДІ АЛЯНА С КЕЙТ УИНСЛЯТ И ДжАСТИНОМ ТЕМБЕРЛЕЙКОМ У ГАЛОВНЫХ РОЛЯ НЕ БЫЛО АДЗНАЧАНО НЕ АДНОЙ НОМЕНАЦІЦИ ЯК И НА РЫШТІЙ ПЯТЫЙ СЕЗОН КАРТАЧНАГА ДОМИКА З УДДЕЛАМ КЕВИНА СПЕЙСІ И В ЗАВЕРШЕННІ ПРЕМИЯ СЕСИЛА ДЭМИЛЯ ДОСТАЛАСЯ ОПРЫ УИНФРЫ ЯКАЯ СТАЛА ПЕРШЕЙ ЧАРНАСКУРАЙ ЖАНЧЫНЫЙ ЯКАЯ ТРЫМАЛА ГЭТОЮ КИНОУ ЗНАГАРОДІ ГАВОРКА ОПРЫ ВЫКЛІКАЯ БУРНЫЕ ЗАХАПЛЕННІ ЯК У ГАСТІЦІ ЦЕРЫМОНІЙ, ТАК И ЕЄ ФАНАТОВ ЯКІ ТУЦЖА СТАЛІЙ ПРАДКАЗЫВАТЬ ТЭЛЕВЯДУЧАЙ ПЕРАМОГУ У БАРАЦБЕ ЗА ПАСАДУ ПРЕЗИДЕНТА ЗЫША ДВАСТАСЮМА ГАСТУДЗЯНІ У КУПАЛОВСКИМ ТЕАТРА АДБУЗЦІЦІ ПРЫМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ РЕВІЗОР ЗА ПАСТАНАУКУ ВЯДОМЫГА ТВОРА МИКАЛАЯ ГОГАЛЯ УЗЯУСЯ МАСТАЦКИЙ КЕРАМНІК ТЕАТРА МИКАЛАЙ ПЕНИГЕН СЮЖЕТ ЗАСТАЦЦІ НЕАЗМЕННЫМ, АЛЕ СПЕЦІЯЛЬНЫ ДЛЯ ГЭТАГА СПЕКТАКЛЯ СТВАРАУСЯ НОВЫЙ ПЕРАКЛАД ПЪЕСЫ НАД СЦЕНОГРАФІЇ ПАСТАНАУКІ ПРАЦЮІ ЛИТОВСКИЙ МАСТАК МАРУС ЯЦОУСКІС ВЯДОМЫ БЕЛАРУССКАЯ ПУБЛІЦІ ПАЧАЦЦІ ЧЕХАВА, А МУЗЫКУ ПІЩ АНДРЕЙ ЗУБРЫЧ У ВЯЛІКОЙ ЗАЛІ БЕЛАРУССКАЙ ДЗЯРЖАННЫЙ ФИЛАРМОНІЇ ЗАУТРА ДВУЗЦІЦА СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ИГРА МАНАШИРАВА У ПАТРЫМКУ МИЖНАРРОДНАГА ДОБРАЦІННАГА ФОНДУ ЮРАЯ РОЗУМА ЛАУРАТ МИЖНАРОДНЫХ КОНКУРСАУ ЗАПРОШЕНЫ СОЛИСТВЯ ДУЧИХ ОПЕРНЫХ ТЕАТРОВ РОССІЇ, ИТАЛЛІЯ, АМЕРИКІ УЛАДАЛЬНІК УНІКАЛЬНЫГА ДЕАПАЗОНУ АТ КОНТРАТЕНЕРА ДА БАРЫТОНА ВЫСТУПІЦ ПЕРАД БЕЛАРУССКАЙ ПУБЛІКЕ У ПЕРШЕНЮ У ПРАГРАММЕ ПРАГУШАЦ ЗНАКОМИТЫ ОПЕРНЫЕ АРЫ, РОМАНСЫ, НЕАПРАЛИТАНСКЕЕ ПЕСНІ И СТРАДНЫЕ СУСВЕТНЫЕ ХІТЫ ПРАТЯГУЦА ВАНДРОГЕ КАМАНДЫ ПРАГРАММЫ НА ПЕРАТУ МИНУЛАЕ ПА НАШЕЙ КРАИНЕ У ЧАРГОВЫМ ВЫПУСКУ АУТРЫ ОТПРАВИЛІСЯ У ФОЛЬКЛОРНУЮ ЭКСПЕДЫЦЮ У ВЁЗКУ РАКАВИШИ С ЧУЧНСКАГО РАЙОНА ГРОДЗЕНСКАЯ В ОБЛАСТЦІ КАБ ПАЗНАЁМИЦА З ГЕСТОРИЯ, ЛЕГЕНДАМИ ПА ДАННЯМИ ТРАДЫЦІЯМИ И ПЕСНЯМИ ГЭТАГО РЫГИЁНА НА ПЕРАТУ МИНУЛАЕ ГЛЯДЦІ ЗАУТРУ 12 ГАДЗИН ПЯДЗЯЦІ ТКВЕЛИН НА БЕЛАРУСЬ СТРЫ НА МАСТОЧКУ ПАУ СТРАЖАЛАСЯ МАЮ ЛИЧКА РАЗГОРАЛАСЯ МАЮ ЛИЧКА РАЗГОРАЛАСЯ ВСЁ ДАРОЖЕНЬКИ ПЫТАЛАСЯ ПРАСТИ ЖИТЁВЫМИ СТЕШКАМИ ЗНАКАМИТАГО БЕЛАРУСА ФРАНЦІСКА СКАРЫНА И ЗАУТРА МОЖНА РАЗМ ЗАРТЫСТАМИ ТЕАТРА БЕЛАРУССКОЙ ДРАМАТУРГИИ ПАЧАС СПЕКТАКЛЯ КАРЬЕРА ДОКТОРА РАУСА АУТР ПЪЕСЫ ВИКТАР МАРТИНОВИЧ И РЫЖИСЄР ПАСТАНОВЩЩИК АЛЕКСАНДР ГАРЦЮЮ ПРАПАНУЮТЬ ГЛЯДАЩАМ ЦЯКАВУЮ ПОЛНУЮ САТЫРЫХ ИСТОРУ ПРА ВАНДРАВАННИ БЕЛАРУСКАГА ПЕРШЕДРУКАРА ПА СВЕТІ УЖА ДАННЮ ВЫДАЦ ТУЮ САМУЮ БІБЛЮЮ И ПАСТАВІЦ КНИГА ДРУКАВАННЯ НА ПАТОК ДЕНІ ПАСТАНОВКІ АДБЫВАЦЄ ВО УМОВНЫЙ РААЛЬНАСТЦІ, ДІЮСЬ УСЕ СУЧАСНЫЕ ТАХНОЛОГЮ, АКРАМЯ КНИГ ПРАТЯГВАЮМ ЗНАЁМСТВА С ЦЯКАВЫМИ ПАДЕЯМИ КАЛЯ ГОДА НАЗАД НА ИСТАРЫЧНУЮ СЦЕНУ ВЕЛИКАГА ТЕАТРА МАСКВЫ ВЯРНУВСЯ БАЛЕТ ДОНКІ ХОД ПАСТАНОВКА ИДІУ НОВЫХ ДЕКОРАЦЯЯХ И У НОВЫХ КАСТЮМАХ АДНАК ХОРЕОГРАФІЯ ЗАСТАЛАСЯ РАНІЙШЕЙ У ПЕРШЫНЮ ДОНКІ ХОТА ПАКАЗАЛЮ У СЦЕНАХ ВЕЛИКАГА ТЕАТРА ЯЩЁ У ТЫСЯЧА У ТЫСЯЧА У ТЫСЯЧА ВЫСЯМСОТ СЦЕСЯТДЗЕВЯТАМ ГОДЗЕ КАЛЯ ГОДА ТАМУ У ВЕЛИКЕМ ТЕАТРЫ МАСКВЫ АТБЫЛАСЯ ПРЕМЬЕРА НОВЫЙ ВЕРСІЙ БАЛЕТА ДОНКІ ХОТ ЗА ОСНОВУ ПАСТАНОВШИК БАЛЕТА АЛЕКСЕЙ ФАДЕЙЧОВ УЗЯУ ХОРОГРАФІЮ МАРУСА ПЯТЫПА, ЯКІ У ПЕРШЫНЮ ПРАДСТАЮЮ ДОНКІ ХОТ ЕЩЁ У ДІВЯТНАЦЫМ СТА ГОДЗЕ, А ТАКСАМА ХОРОГРАФІЮ АЛЕКСАНДРА ГОРСКАГА, ЧЕЯ ВЕРСИЯ БАЛЕТА ВЫШЛА У ТЫСЯЧА ДІВЯТИСОТЫМ ГОДЗЕ И СТАЛА НАЙБОЛЬШ ВЯ У РОМАНЕ СЕРВАНТЕСА ДОН КИХОТ ГОЛОВНЫЙ ПЕРСОНАЖ, ОТНАК У БАЛЕТЕ ИОН ИГРАЯ ДРУГОРАДНУЮ РОЛЮ, ХОТЬ ИЗЯВЛЯЮТСЯ НА СЦЕНЕ ЗАУСЁДЫ ЭФЕКТ НА, НА КОНИ В У СОПРОВОДЖЕНИЕ САНША ПАНСЫ НАСАМА СЕЙЧАС ВРЕМЯ ТРЕБУЕТ ИЗМЕНЕНЕНИЯ, И ДЕКОРАЦИИ ВАЛЕРИЯ ЛЕВЕНТАЛЯ, ПОСЛЕДНЯ ЕГО РАБОТА, К СОЖЕЛЕНИЕ, ОН УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ, И КОСТЮМЫ ЕЛЕНЫ ЗАЙЦОВАЙ, ПОЭТОМУ ЭТО СОВЕРШЕННО НОВОЕ ПЕЧТЛЕНИЕ, НОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ БАЛЕТ СТАВИТ НА СЦЕНЕ ВЕЛИКАГА УЖУ АМАЛЬ СТОП ПЯТДЕСЯТ ГАДУ. ЗА ГЭТЫ ЧАС У ГАЛОВНЫХ ПАРТАЯХ БЛІСКАЛЮ И МАРЫС ЛІЕПА, И МАЯ ПЛЕСЕЦКАЯ. З ЧАС У ПЕРШЕЙ ПАСТАНОВКІ ДОН КИХОТА У ВЕЛИКІМ ПАКАЗЫВАЛЬ БОЛЬЗА ТЫСЯЧУ СЯМСОТ РАЗУ. У ВЕЛИКІМ ТЕАТРЫ БЕЛАРУССИ ЗАУТРА ПУБЛІКУ ЧАКАЯ БАЛЕТ БАХЧИСАРАЙСКИЙ ФОНТАН НА МУЗЫКУ БАРЫСА АСАВЬЕВА. У АСНОВЕ СЮЖЕТУ СПЕКТАКЛЯ ПАКЛАДЗИНА ОДНОЙМЕННОЯ ПАЭМА АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. ПРА КАХАННЯ ТАТАРСКАГА ХАНА ЕРЕЯ ДА ПОЛЬСКАЯ КНЯЗЁНЫЙ ПАЛОННІЦЕ МАРЫЮ, У ПАМЯТЬ АБЬЯКОЙ ЙУ ЗВЕДЗІНЫЙ ЗНАКОМІТЫ ФОНТАН У БАХЧИСАРАЙ. НА БЕЛАРУСКАЯ СЦЕНЄ ГЭТЫ СПЕКТАКЛЬ ЗЯВЮСЯ ОБЕРШЕ ПАСЛЯ ВАЕНННЫЕ ГАДЫ И С ПОСПІХАМ ИШОВ ДА КАНЦА ТЫСЯЧА ДЗЯВЯЦОТ ДЗЯВЯННОСТЫХ. СЁННЯ ПУБЛІЦЕ ПРАПАНУЦЬ АДНОУЛЮНЫЙ БАЛЕТУ ПАСТАНОВЦІ НАРОДНАГО АРТЫСТА БЕЛАРУССІ ЮРАЯ ТРАЯНА. У СПЕКТАКЛІ ЗАНЯТАЯ УСЯ БАЛЕТНАЯ ТРУПА. БЕЛАРУССКИЙ ДЗЯРЖАВНЫЙ ТЕАТР ЛЯЛІК ЗАУТРА ЗАПРАШАЯ ПУБЛІКУ НА СПЕКТАКЛЬ ПАНСЮН БЕЛЬВІДЕРУ ПАСТАНОВЦІ ИТАЛЬЯНСКАГО РЕЖЮСЕРА МАТЕО СПЯЦІ. ГЭТА УЖУ ТРЭЦЯ ПАСТАНОВКА ИТАЛЬЯНЦА НА БЕЛАРУССКАЯ СЦЕНЄ. ПРЫЗНАНЫЙ СПЕЦЯЛІСТ КАМЕДЫЙ ДЕЛЬАРТЕ ЧАТЫРЫ ГАДЫ ТАМУ ПАСТАВІУ ВЮВА КАМЕДЫ У ГОРКОВСКІМ ТЕАТРЫ, А ДВА ГАДЫ ТАМУ НА ТОЮ ЖА СЦЕНЮ В АСОБІУ ЗНАКАМІТУ КАРШМАРКУ КАРЛА ГАЛЬДОНІ. ГЭТЫМ РАЗАМ СУМЕСННЫЙ З АКТЄРЫМИ ТАТРА ЛЯЛІК РЫЖЫСЕР ВЫРЫШУЛ ПАРАЗВАЖАТЬ НАТЫМ, ЧТО УЯВЛЯЯЮ САБОЙ СТАРАСТЬ І ЯК ПРАЦЯКАЯ ЖИТЦІ ПАЖИЛЫХ ЛЮДЗЕЙ. АСАБЛІВАСТЮ СПЕКТАКЛЯ СТАЛА АТСУДНЫЙ ЖИВОГО СЛОВА І ПРАЦА АКТЄРУ У МАСКАХ. У ЧАРГОВАМ ВЫПУСКУ ФОЛЬКЛОРНЫГА МУЗЫЧНЫГА ШОУ «ХАТА НА ХАТУ» ВЯДУЧАЯ ПАЗНАЮМІСЬ ГЛЯДАЧОВ З ГЛЯДАЧОВ З ГЛАСІСТЫЙ, ВЕЛЬМІ ТВОРЧЫЙ САРДЫЧНЫЙ СЯМЬЮ БАЧШИНСКІХ ЗАГРЫ ГАРАДКА ЮБЕЛЕЙНЫХ РОДЗЕНСКАЯ В ОБЛАСТЦІ. ГАСПАДАРЫ РАСПАВАДУЦЬ, ЯК АДРАДЖАЮЦІ НАРОДНЫЕ ТРАДЫЦІЯ І ЗБЕРАГАЮЦ ПАДШИНУ РОДНЫЙ ЗЯМЛІ. ПРАЕКТ «ХАТА НА ХАТУ» УГЛЯДІЦІ ЗАВТРУ У ТРАНАСЫТЬ ГАДЗІН ПЯТНАЦІ СХВІЛІН НА БЕЛАРУССІ ТРЫ. АДРОДНЫЙ ЗЯМЛІ ДЕЯК МУЗЫКА ЛІЦІ, НАШИХ РЕК ИЛЯ СОУПИ РАЗГОН, ПОСЫЛАЕМСЯ ОБРЫВАМ ОТ СЕРЦІ, СЧИРЫ НАШ СВОЯКОВСКІ ПАКЛОН. ПРИМІТЯ, КАЛІ ЛАСКА, ХЛЕБ-СОЛЬ НАШАЙ ЩЩОДРАЙ ВОЛКОВИСКОЙ ЗЯМЛІЦІ НА ДОБРАЕ ЗДАРУЮЄ. ВЫСТАВА ГУЛЬНЯ ВЫХАК КАЛЛЕКЦІЙНЫХ ЛЯЛІК СОСВІТНОВЯДОМЫХ ВЫТВОРЦІУ ИЦЦАЦА КРУЧНОЮ РАБОТЫ ОТКРЫЛАСЯ О МОГИЛЁЦКІМ ЭТНОГРАФІЧНЫМ МУЗІЮ. В ЭКСПОЗІЦІЇ ЭКСКЛЮЗЮЗЮ З ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ИСПАНИЯ И АУТРСКІЕ ЦАЦКІ МАЙСТРЫ С ЛЯЛІЧНИЦ ЗМОГИЛЁВА, СВЯТЛАНЫЙ СКАЛЬ, ЧТО ПРАЦЮЮ У ТЭХНЦІ ТЭКСТЫЛЬНЫЙ ЛЯЛЬКІ, СВЯТЛАНЫ ДАВЫДОВА, ЯКАЯ ВЫРАБЛЯЕ ЛЯЛЕК У ТЭХНЦІ ВОЛЯННИЯ, И ОЛЕНЫ СЕЛУЦІНЫЕ, ЯКАЯ ВЯЖА СВЯЇХ ЛЯЛІК КРУЧКОМ. У СТОЛІЦІ ТАКСАМА РАЗГАРНУЛАСЯ ВЫСТАВА АУТРСКІХ ПАРЦАЛЯНЫВЫХ ЛЯЛІК ДЕЛІКАТНЫЕ АМАРЫ. В ЭКСПОЗІЦІЇ ПРАДСТАВЛІНА БОЛЬЗА 50 МАДЕЛІУ ВЯДОМЫХ СУСВЄТНЫХ МАЙСТРОВ. В РАЗПІСАНЫХ У РУЧНЫУ ШЕДЕУРАХ ПРАПРАЦЦАВАНА КОЖНАЯ ДЕТАЛЬ ФІЛІКРАННЫЕ ПАЛЬЩАКІ, ВЫРАЗНЫЙ ПОГЛЯД, ПРАЗРЫСТАЯ СКУРА. ДНЯ МЕНШУ ВАГІ МАСТРЫ ЗВЯРТАЮТСНА КАСТЮМЫ И АКСЕСУАРЫ. МНОГЄ З ЇХ ПАШИТЫ НА ЗАКАСУ ВЯДОМЫХ ДЕЗЕЙНЕРОВ. ВЫСТАВА ПРАЦЮЕ ДА ПЕРШЕГА ЛЮТАГА. В НАЦІЯНЫЛАСЯ ЮБІЛЕЙНЫЕ ВЫСТАВА НАРОДНЫГА МАСТАКА РАЗПУБЛ� ПЕРШЕГА ЛЮТЫСТА И ПЕЙЗАЖЕСТА И МАСТРА СЮЖЕТНО-ТЕМАТЫЧНЫЕ КАРЦІНЫЙ, ЯКІУ ВАСОБІУ ПОДЬВІХ И НЕПАХІСНЫСТЬ БЕЛАРУССКАГА НАРОДА У ТЯЖКІХ УМОВАХ ВАЙНЫ. ДАДЗЯ НАЯ ВЫСТАВА ОТКРЫВАЮ У ДЮІСЯЧА ВЫСТАВАЮ У ДЮІСЯЧА ВЫСТАВАЮ СЕРУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ЭКСПАЗЦІЦИЯ МАСТРУ ЯКІЯ СТАЛІ КЛАСІКАМІ БЕЛАРУССКАГА МАСТАЦЦВА 20-ГО СТАГОДЗЯ. У МАСТАЦКАЙ ГАЛЕРЕЯ МИХАЙЛА САВІЦКАГА ПРАТЯГВАЦЦА ВЫСТАВА ТРЫ ЧАРАПАХІ З ПРЫВАТНЫЙ КАЛЕКЦІЙ МИНСКАГА АРХІТЕКТАРА ЛЮБОВЇ НАРЩЕЙ. У ЭКСПАЗЦІЦІЦІ ПРАТСТАВЛЮНА БОЛЬЗА ЧАТЫРЫСТА ПРАД ДО ТАГОЖ НАВЕДВАЛЬНИКОМ ПРАПАНУЮЦА ПОЗНАЁМИЦА С ЛЕГЕНДАМИ И МИФАМИ ПРА ЧАРАПАХ И ПОГЛЯДЦІТ СТАРЫЕ СОВЕТСКАЯ МУЛЬЦИКИ. И ЕЩЩЕ. ЗАУТРА У МИНСКУ РАСПОЧИНАЕТСЯ ЧАЦВЁРЫЙ МИЖНАРОДНОЙ КАЛЯДНЫЙ ФЕСТ БАТЛЕЕЧНЫХ ИЛЯЛИЧНЫХ ТЕАТРОВ НЕАБЮЩЫ. НА ПРОТЯГУ ЧАТУРОГ ДЮ ВОНУ АДУКАЦИЙНЫМ ЦЕНТРЫ СВЯТОЕ ЛИСАВИТСИНСКОГО МОНАСТЫРА БУДЮЦ ПРОДСТАВЛЕНЫ 21 СПЕКТАКЛЬ ОТ КОЛЛЕКТЫ ВОЗ БЕЛАРУССИ, РОССИЯ, УКРАИНА И КРАИНГЛИЙСКОГО ЗАМЕЖЖА. ПРОТЯКОВАЯ ПОСТА НАУКИ, ПОЗНАЧЕННЫЕ У АФИШИ МЕРОПРЕЕМСТВА, А ТАКСАМО ПРАУДЕЛЬНИКА У ФЕСТА У НАШЕЙ НАСТУПНОЙ РАЗМО Александр, здравствуйте. Уже в четвертый раз в Минске проходит международный фестиваль батлечных и кукольных театров «Небесы». Честно говоря, только благодаря вашему празднику я узнала, сколько существует в Беларуси и в мире батлечных театров. Для начала, как возник наш фестиваль, жила-была когда-то Людмила Жданович. Она училась в университете на серьезном отделении, мехмате, проучилась три года, а потом все бросила и пошла в кукольницы. И кукла перевела ее в монастырь Святолисоветинский. Матушки и сестры, которые помогали детям, проживающим в интернате рядом с нашим монастырем, узнали, что Люда кукольница и пригласили ее делать им спектакли кукольные. Люда привела меня, а потом сама привела батлейку. И так возник наш фестиваль. Я знаю, что в первом фестивале участвовали в основном белорусские коллективы. А насколько расширилась география его сегодня? Сначала, как вы правильно сказали, он был республиканский, на нем было всего несколько коллективов белорусских. Они были в основном такие любительские. Сейчас уже четвертый будет фестиваль наш, международный он становится. Например, в России это дело называется вертеп. И мы познакомились с удивительным человеком Александром Грефом, председателем вертепного движения России. И вот после первого фестиваля чисто такого домашнего, белорусского, уже последующего фестиваля у нас принимали участие лучшие вертепные коллективы России, Украины. Вот в этом году несколько коллективов приезжает из Эстонии, из Германии, из Великобритании. Расскажите, пожалуйста, о целях и задачах фестиваля. Кроме целей развивать батлеечное искусство, которое было в советские времена на долгие годы забыто, хотя надо сказать о том, что батлеечное искусство корнями своими уходит в глубокую древность. И оно имеет очень много сакральных смыслов, и есть мастера настоящие, которые занимаются этим очень давно. Девизом нашего фестиваля является такая фраза «Злялькой до Бога». Фестиваль называется «Батлеечных и кукольных театров». Он собирает артистов самых разных жанров кукольного театра. Главное, чтобы... Ведь проходит он в светочные дни, то есть святки, это Рождество, чтобы он соответствовал духу рождественского праздничного настроения. Скажите, пожалуйста, о благотворительной стороне фестиваля. Да. В рамках нашего фестиваля уже больше месяца, начиная с ноября, проходит такая благотворительная акция, в которой участвуют те, кто не попал в конкурсную программу театра. Они приезжают в детские дома, в больницы, где нужна какая-то поддержка и делится своим искусством. У нас создан при фестивале музей кукол. И у нас есть такая традиция, каждый новый участник нашего фестиваля, он дарит куклу из того места, из того края, который он представляет. Вот, например, это батлеечная кукла из мира. Да. Замечательный наш друг Константин Петриман, который тоже будет участвовать уже не один раз в нашем фестивале, он уже откроет его спектаклем «Дары волхвов». Спасибо вам большое и желаем доброго пути фестивалю «Небесы». И пока льга, это все, что мы поспели вам рассказать. Познавайте больше разом с нами, подтремливайте культуру и заставайтесь на Беларусь-Стры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!